Привет дорогие друзья, вот и подошел к концу этот мучительный сезон, я так и не взял 5500, в общем пытался на всех стримах, что я только не делал, какие колоды только не подбирал, рекорд у меня 5484, как можно видеть не хватило всего лишь 16 кубков, но я в принципе поначалу расстраивался, очень сильно бомбил, а потом из-за вашей поддержки, что вы меня поддержали, сказали да ладно не получается, окей не важно, мы тебя все равно поддержим, мне реально стало приятно и я реально забил, окей не получается и все, расслабился и просто играл в свое удовольствие. Собственно закончил я 5222 кубка, сундук за мастер вторую лигу, поэтому тоже неплохой сундук, там кстати разница небольшая между 5500 и 5200, не в плане кубкова, а в плане сундука и лута, поэтому я думаю, что тоже будет прикольный лут, сегодня мы пооткрываем сундучки на разных аккаунтах, я вам покажу интересные атаки на другом аккаунте, в общем к этому мы перейдем чуть попозже, теперь давайте откроем у меня драфт сундук, поехали. Итак, 6000 золота, так, ну тут без разницы у меня все комнатки максимального, без разницы, рарки, блин, слушайте, ну тут конечно, ну блин, я спамом не буду играть, хотя лучше, нет, ледяная голема однозначно, так, блин, ну и рарки ребят, очень плохие рарки, серьезно, хотя у меня уже практически все то, что я хотел прокачал, ну тут естественно инферно, однозначно, лучше бы таран выпал. Легендарочки, поехали, хотя бы принцесса, надеюсь будет принцесса, пожалуйста, да, ребятки, класс, круто, да, моя четвертая, не, стоп, моя вторая легендарка четвертого уровня, да, все верно, я просто чтобы, потому что я думаю, правильно ли я все говорю. Ребятки, блин, круто, смотрите, принцесска на четвертый уровень, ай, красота, блин, скоро будет видос. Торнадо либо зеркало? Слушайте, торнадо лучше карта, но я хочу зеркало, зеркало для меня является лучше картой в плане фана, чтобы зеркалить те легендарки на какой там, пятый уровень, да. Скинули меня на 4 300 кубков, ну в принципе это было очевидно, это все прописано в правилах, когда ты находишься в лиге, поэтому мы это все знаем. Так, в общем, что, ребятки, скоро будет видос, где я прокачиваю принцессу до четвертого уровня, естественно, сделаю с ней какую-то колоду, покажу какие-то онлайн-атаки, в общем, ребят, ну, влепите лайк, подпишитесь на канал, включите колокольчик, ждите мои новые выпуски, потому что я в этом сезоне постараюсь приготовить как можно больше колод, как можно онлайн-атак, ну и попытаться, естественно, забрать эти свои 5 500 кубков. Буду стараться, ребят. Что ж, поехали дальше открывать сундучки. Ну что ж, едем дальше, тут уже сундучок у нас покруче, 5 500 кубков, этот игрок из клана Шайтаны, ник у него, кстати, прикольный. Давайте открывать сундук, я, правда, не знаю, что ему надо, но будем выбирать, так, комнатки у него все по фугу, без разницы, так, ух ты, блин, вот это выбор, тоже без разницы, наверное. Так, тут, стоп, ракета что, еще не 11-го? Естественно, ракету, 127 рарок, охренеть, как много. Легендарочки, самое интересное, что же нам выпадет? Итак, кладбище или бревнишко, давайте посмотрим, что там у нас. Кладбище меньше карт до 4-го уровня, я думаю, бревно, кладбищем никто не пользуется. Эпики, ой, эпики вообще говно, ладно, возьмем темного принца. Итак, ребятки, я нахожусь на аккаунте под ником Твоя Мама, в общем, хочу сделать небольшое объявление. Этот игрок попросил тоже меня помочь продать его аккаунт, показываю его прокачку. Он 13-й уровень, он прокачан практически как мой аккаунт, даже, наверное, чуть лучше. У него 11-й хок, у него 11-й фаербол, у него 11-я инферна, в общем, смотрите все сами. Вот я буду медленно показывать вам прокачку. Естественно, комнатки все тут до максимального можно прокачать, нужно только золото. Рарки почти скоро все будут 11-го уровня, то есть видим, да, что до 10-го доступны абсолютно все. Опять же, нужно только золото. Ну, в этом и прикол, будете хоть фармить золото, надо же как-то прокачивать аккаунт и какой-то интерес к игре должен быть. Вот, но скоро они будут 11-го, видим, да, совсем чуть-чуть остается. Мушкетеры уже доступны до 11-го. Эпики 7-е, все практически, да, ну, почти. То есть можно прокачать, но опять же нет золота. Легендарочки, это, наверное, самое важное. Четвертая принцесса, что еще тут 4-го? Больше ничего 4-го, нет уровня, все, 3-й левел, все легендарки есть, также есть мега-рыцарь. В общем, ну, ребят, аккаунт крутой, почти все рарки 11-го уровня. В общем, вы сразу, да, спросите, за сколько же ты продаешь? Цена, на самом деле, ребят, не маленькая. Но если кто-то предложит хорошую сумму за него, пишите мне в ЛС, то мы с вами договоримся. Но вообще, я хочу сделать, как и с прошлыми аккаунтами, потому что очень трудно продать одному человеку, так как, ну, мы не маленькие, а аудитория у меня реально школьная, поэтому не у всех есть такая сумма. Поэтому я сделаю аукцион на него. Приходите ко мне на стрим, чтобы не пропустить розыгрыш этого аккаунта среди донатеров. Подписывайся на канал, включай колокольчик. Стрим будет либо сегодня, либо завтра. Этот аккаунт можно забрать будет на стриме. Приходи, и все узнаешь подробнее. В общем, ну, что, клан, понятно, шайтаны. Рекорд у него 5500... Нет, рекорд у него 5800. В этом сезоне 5500. В общем, все, что я мог, я показал. Доступен как и на Android, так и на iOS. Все, ребят, либо предлагайте свою сумму мне в ЛС, либо приходите на стрим и забирайте этот аккаунт среди донатеров. Ну, а мы поехали дальше. Итак, ребятки, следующий сундук еще лучше. 5800 кубков. Был у меня еще аккаунт на 6100, но там немножко не сложилось. Парень передумал или открыл. Не знаю, в общем, не получилось записать видео. Поэтому это будет последний сундук, который мы сегодня откроем. 5800 кубков. Погнали, погнали открывать. Так, 8000 золота. Команки, я так понимаю, тут все по максимуму. Поэтому берем, неважно что. Так, пека либо голем. Слушайте, ну 3 штуки не серьезно, поэтому... Слушайте, а по-моему, голем доступен уже до 8 уровня. А нет, стоп. В общем, я не знаю, возьму голема. Меня не предупреждали, что брать. Так, печка либо... Ну, я так понимаю, прокачивает вот это, поэтому возьму ледяного голема. Хотя с прошлой карты тоже было пека. Ну, там 3 карты, я думаю, ничего страшного. О, господи, какие плохие эпические карты выпали. Слышите, ну, темный принц однозначно лучше, чем гигантский скелет. Ну, смотрите, гигантский скелет так прокачивает. Поэтому я его возьму. Я не знаю. Так, фу, эпические карты реально шлак полный. Вообще ничего годного. Где поезд? Где нормально, лучше бы големов насыпало нормально. Там, фриз какой-то, молния, не знаю. Ладно, стражи однозначно. И легендарочки. Должно 2 штуки выпасть. Потому что сундук крутой. А, нет, одна. Ладно. Так, бандитка, либо бревно. Бревно. Бревно, потому что на 5 уровень, как видим, уже есть 4 карты. Точнее, она уже уровень 4. И еще 4 карты есть для до 5 уровня. Так, скинули его на 4600. Давайте посмотрим, что у него тут по прокачке. Знаете, на этом аккаунте я остановлюсь немножко. Потому что в этом таком сложном сезоне, 5500, для меня это... Кстати, этот Юса или Юса, не знаю, мне подбирался в глобале. Давайте посмотрим. Нету тут нигде холдика. Потому что этот персонаж мне подбирался. Так, Габриэль, знаю Габриэль. И Мэтт, знаю, тоже подбирался мне. Я хочу посмотреть какой-то его повтор. Как же он взял 5800. Посмотреть, какой колодой. В принципе, колоду уже вижу. Хочу посмотреть, как. Потому что у меня не получилось. Да, у меня нету. Значит, колода, где она есть? Где она есть? Я так понимаю, вот этой. Вот этой колодой. Давайте посмотрим. Ну да. Нет, стоп. Колода немножко другая. Ладно, давайте посмотрим какой-то повтор. И все поймем. Значит, ну вот этот давайте. Против трех мушкетеров и шахтера. Потому что для меня, не знаю, если вам не интересно, ребята, то вы можете уже выключить видео. Я буквально 1-2 повтора. Если, ну, реально не интересно, то на этом все. Больше открытий не будет. Я чисто для себя хочу понять, почему я не взял 5... Не, ну понятно, 5500 я не взял. Потому что играю хуже намного. Но все равно. Но я же хочу научиться. Я же работаю над своими ошибками. И хочу понять, что я делал не так. Поэтому я буду сейчас смотреть атаки хорошего игрока. Давайте смотреть. 3 мушкетера сплитнули. Слева у нас идет 1, справа 2. Там 1 легко справится. А, ну еще и гоблинов подкинул. Да. На изи дефейт. И смотрите, еще 2 мушкетера в живых. Но сейчас будут гоблины. И это... Нет, это не дефейтся. Фуловый мушкетер наносит прям, ну, достаточно урона. Остается 2-300 хп. И сейчас готовится заход хок плюс миньон... Вот эти летучие мыши. Ребят, я их постоянно хочу назвать миньонами. Многие, типа, начинают бомбить. Мол, сейчас бы называть летучих мышей миньонами и прочее. Прочее. Ну, ребят, ну, заговариваюсь я, вы уж извините. Хочется назвать их миньонами. Поэтому, какая разница. Так. Значит, нам урона не нанесли. Слева мы задефались. Хорошо. Итак, у нас готовится хок. Мне вот интересно, когда противник ставит сборщик. Какие действия предпринимает, ну, Юса. Или вообще, что делать в этом случае. Потому что, вот, когда у меня нету ракеты. Я не знаю, как контрит сборщик. Или идти в пуш. Или что вообще делать. Вот, в этих случаях я хочу разобраться. И надеюсь, что я больше не буду тупить. Делается заход. Почему не... Ага, вот зап. В конце зап. Немножко выждал. И, слушайте, неплохой сделал пуш. 700 хп осталось. Отлично. Но проблема в том, что противника уже стоит сборщик. И ему, кстати, сейчас не проблема прокрутиться до еще одного сборщика. Так как... Но у него колода недорогая относительно, за исключением трех мушкетеров. Все остальное у него три эликсира, четыре. Ну, да, сборщик шесть. Всех трех мушкетеров на одну сторону. Потому что он, наверное, знает эту колоду. Ну, и мы тоже в этом случае всех мушкетеров на одну сторону выбрасываем. Сейчас будет таран, шахтер. В общем, все подбрасывается. Все, что есть в деке. Танкует у нас Принц, естественно. Летучие мыши спереди были. И плюс ЗАП, да? А, нет, ЗАПа не было. ЗАП был на миньончиков справа. Блин, я даже не успел прокомментировать. Как он задефал мушкетеров? Я обращал внимание на правую сторону. Я не понял, что это такое. Парень с клана Кузькина мать. И до конца боя остается 30 секунд. У него нет одной вышки. И он ставит сборщик? Серьезно? Он сейчас не пошутил? Он поставил сборщик до конца боя 30 секунд? Хотя, может, с этой колодой так и... Короче, ладно. Почему я должен осуждать его действия? Если, блин, парень сидит на 5500, а я нет. Поэтому, раз он поставил сборщик, значит, так и надо было. Хотя, опять же, ребят, ну, а зачем? 30 секунд до конца боя. Ну, ладно. Не мне его судить. Ну, в общем, я вот посмотрел повтор. Вроде как все понятно. В общем, прокомментировал. Все хорошо. Откуда я играю? У меня так не получается. Так. В общем, ребят, я бы хотел еще посмотреть несколько повторов. Но на самом деле, не знаю, видео про открытие сундуков, поэтому, возможно, вам уже не интересно. Если вы хотите посмотреть, как парень дошел до 5800, если вам интересны вот эти атаки, то напишите в комментариях. Я могу по этому аккаунту еще отснять видосик, только уже отдельный. Как дойти там до 5800? Правда, уже не покажу лигу. Ну, максимум в сезоне вот можно увидеть. В общем, если захотите, конечно. Это буду завершать. Сам сейчас посмотрю повторчики для себя. Что-нибудь, колоду какую-то себе составлю. И буду тоже пытаться. Я хочу в этом сезоне реально взять 5500. Уж точно теперь. Буду стараться. Поддержите мне лайком. Подписывайтесь, ребят, на канал в этом сезоне, в этом месяце и вообще в дальнейшем. Готовится много разнообразного контента для вас. Поэтому я стараюсь. Вы лайкайте, подписывайтесь, поддерживайте. Ну и желаю, конечно же, вам удачки, ребят. Чтобы вам падали леги сундуков. Всего вам хорошего. До новых встреч. Всем пока.